Друзья, добрый день! Меня зовут Аринин Евгений. Я 8 лет в бизнесе. Делюсь своими наработками, своим пониманием, своим мышлением, что я прошел за это время, чему научился. И думаю, что вся информация, которую я даю, будет полезна. Сегодня поговорим о 8 простых правилах, которые должен знать каждый, которые должен придерживаться каждый, чтобы комфортно чувствовать себя финансово. Что это за правило? Это некий набор финансовых инструментов, которые, соблюдая, позволят жить хорошо. Спустя какое-то время позволят сформировать подушку безопасности, накопить определенную сумму денег и в дальнейшем инвестировать. Первое. Первое – это личный финансовый учет. Кто бы как ни говорил о том, что «Боже, Женя, ну зачем нам это надо? Да мы и так все знаем, но оно не помогает. У нас там в приложении где-то ведется учет». Это все не то. Я вам честно говорю – это не то. Берем блокнот или тетрадь. Заводим обязательно блокнот или тетрадь. Берем ручку, делим на два столбца – приходы и расходы. И начинаем ежемесячно, ежедневно заполнять. Конечно, без фанатизма. Не надо писать, что купили сегодня булку хлеба, батон колбасы или до копеечки все высчитывать. Нет. Одной столбцом в конце месяца подводите в магазин, допустим, вторым – ЖКХ, третьим – машина, расходы на машину, четвертым – ну скажем, на личное образование. Да, такие блоки – основные траты. В приходе пишем абсолютно все приходы. Премии, заработная плата и какие-то подработки. Может быть, кто-то хендмейтом занимается, какую-то открыточку продал. Это все фиксируем. В конце месяца подводим итог и удивляемся. Просто удивляемся. Потому что для большинства людей, когда они начинают вести финансовый учет, для них это просто открытие. Как так? Куда делятся деньги? Вот вы и посмотрите, увидите. Это очень полезно и в будущем очень сильно позволит вам хорошо планировать и поставить цели. Второй момент – это контролируйте и оптимизируйте свои расходы. Они непосредственно связаны. Как только вы начнете вести личный финансовый учет, вы сразу поймете, куда утекают ваши деньги. Поэтому, опять же, без фанатизма, но убирайте все ненужные траты. Вам позволит это перейти к следующему шагу. Третье – это ставьте цели и планируйте свои финансы. Зачастую люди зарабатывают и тратят. И какие-то желания на будущее о том, что хочу машину когда-нибудь, хочу дом когда-нибудь, ну и вот когда-нибудь на пенсии открою маленькую кафешечку, буду там кофе варить и пирожники подавать. Но будьте, давайте реальными. Чтобы прийти к этому, нужно ставить цели. Ставьте себе цели на месяц. Хочу в этом месяце там на 2000 рублей больше заработать. Хочу через пять месяцев купить себе машину, через пять лет построить дом. Планируйте, четко планируйте, пошагово. Это очень важный третий пункт. Четвертый пункт – он очень добрый, простой, очень простой. Просите скидки. Просите скидки и пользуйтесь бонусными программами. Сейчас невероятное количество, просто невероятное количество различных бонусных программ, кэшбэков от банков, организаций, от различного рода магазинов. И некоторые говорят, ой, да, у меня нет, да, не надо, не надо, все не надо. Как только несколько лет назад я завел себе бонусную программу по кэшбэку в банке, я на самом деле был удивлен, какое количество денег сохраняется в течение длительного периода. Пускай это будет 100 рублей, пускай ваши расходы небольшие, это будет там 100-500 рублей в месяц. Но вы умножите это на год и получите дополнительный плюс. То же самое со скидками, кэшбэками, бонусами и так далее. Пользуйтесь тем, очень интересно. Самый ключевой момент – просите. Даже если вам не предложили, спросите. А скидка будет? Я думаю, будет очень это полезно. Пятое – это просто обязанность каждого избавиться от кредитов. Просто и не брать новых кредитов на различные телевизоры, холодильники. Люди настолько привыкли кредитом, что уже просто не могут без кредитов. Это, во-первых, комфортно. Нет никаких обременений, ограничений. Вы будете себя чувствовать комфортно. И деньги, которые вы сохраните, будете вкладывать на свой бизнес, на образование, на чтение, на полеты, на отдых, на какие-то свои фантазии. Это очень важно. Избавьтесь от кредитов. Шестое. Ищем дополнительные источники дохода. Зарабатывать хорошо, но нужно искать еще постоянно дополнительные источники дохода. Каждый из нас обладает различными навыками. Кто-то умеет красиво делать открытки, кто-то делает куклы, кто-то может собрать табуретку, преподавать английский язык или просто чему-то научить. Необходимо этим пользоваться. Это очень важный момент, который позволит вам заработать дополнительные деньги. Вдруг так случилось, что у вас нет никаких навыков? Ничего страшного. Берем книги, начинаем читать, познавать что-то новое и совершенствоваться. Я думаю, что навык какой-то определенный можно развить у каждого. Об этом не забываем. Это очень хороший момент, который позволит вам в будущем даже развить свое дело. Седьмое. Откладывать часть заработанных денег. Как только мы научились вести финансовый учет, планировать и ставить цели. Мы научились не брать кредиты, уже почти догасили последние кредиты. Мы думаем о том, как сохранить деньги. 10-50 процентов своих денег мы пытаемся сохранить. Сначала откладываем на сберегательный счет и формируем некую финансовую подушку безопасности. Что такое финансовая подушка безопасности? Это чтобы в случае увольнения, в случае провала в бизнесе, просто болезни у вас был некий люфт на то, чтобы жить достойно и хорошо в течение хотя бы 6 месяцев. Этого времени, как правило, достаточно для того, чтобы наладить свою жизнь и пойти дальше. Найти какой-то заработок, источник дохода и жить нормально дальше. Поэтому не забываем про это и пользуемся. Откладываем часть заработанных денег. Как правило, 10-20 процентов откладывают от основного заработка и до 50 процентов откладывают от таких неосновных заработков, которые у нас поступают. Премии, подработки. Это очень полезно и вы не заметите, как у вас формируется капитал. Ну и наконец-таки восьмое. Это инвестируем. Это уже такой высший пилотаж на финансовой пирамиде, когда у вас уже аккумулируется какая-то часть денег, вы задумываетесь о бизнесе, вы задумываетесь о том, как выгодно вложить под проценты, купить какую-то недвижимость, ну или просто там вложить деньги в акции, в облигации. Это такая высшая ступень, которая позволит вам уже ежегодно прирастать в прибыли, прирастать в своих деньгах. И очень важно сказать в инвестировании, я поддерживаю только долгосрочное инвестирование, никаких игр, никаких форексов и никаких спекуляций. Дорожите своими деньгами, будьте сильными и уверенными в себе. Спасибо!